Всем привет! Меня зовут Саша, я работаю в компании Denlab и достаточно давно увлекаюсь Эликсиром уже примерно год у меня и в тех компаниях, в которых я работаю в проектах продакшена на Эликсире, и я что-то сделал в самом экосистеме немножечко. На самом деле я хотел немножко начать с такой рефлексивной темы. Первый свой доклад про Эликсир я просчитал 9 ноября 2015 года. Достаточно уже давно доклад у меня назывался, что Эликсир – Next Big Thing. В тот момент мне на самом деле казалось, что будет именно так, потому что в тот момент я не до конца понимал, что из себя будет представлять этот язык. В будущем мне казалось, что это будет такой себе Руби, просто очень-очень-очень быстрый. Я видел то, как там Руби развивалась с 2004 года до 2014, и мне казалось, что вот сейчас Эликсир придет, и все рубисты резко спрыгнут и будут использовать его так же, как Руби. Просто быстрый и без тех возможных проблем с перформансом, и вот как бы Руби условные 2.0. Ну, в 2017 году я готов констатировать, что нет, ничего не случилось, и мы сейчас находимся в определенной такой точке, когда он сам по себе уже стабилен как платформа, он понятен, у него очень легкая кривая обучения и кривая входа. Ну, то есть, как мне кажется, что любой разработчик, имея базовое понимание того, как работает программирование в целом, алгоритмы, веб и так далее, может въехать в Эликсир за месяц-два, и я знаю, что есть достаточно много свитчеров, ну, и я там какой-то, ну, как бы, я не знаю, я еще пока не видел людей, у которых Эликсир это был первый язык. Наверное, когда появятся такие люди, я вот смогу сказать, что в 2015 году я был прав. Вот, сейчас я говорю, что, ну, мы где-то вот пока находимся на каком-то таком плато, но это означает, что все-таки есть кто-то, кто пользуется Эликсиром, и пользуется, ну, достаточно много, то есть там 289 коммитов, там, это около 289 список этих компаний, и мы каждый примерно месяц я слышу достаточно большую новость о том, что кто-то начал использовать Эликсир, во всяком случае она ко мне проскакивает. И в прошлый раз, когда к нам приезжал в Киев РСМ, он говорил, что он посвятит 2017 год тем, той задачей, чтобы попробовать продавать Эликсир большому энтерпрайзу. И это постепенно, как бы, происходит. Я достаточно, вот, последние два месяца участвую в разных пресейлах внутри нашей деятельности в компании, и все больше людей как-то вот откликаются, все больше банков, им уже легче как-то понять. Ты с ними начинаешь общаться, говоришь, эрланг, они говорят, окей, понятно. Вот, и начинаешь говорить, что, ну, это как вот, все, 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 эрланг, вот, все будет, на самом деле у вас будет эрланг, просто мы его будем писать на более красивом языке с более обширными абстракциями. Этот процесс медленно, но происходит. И вот мне очень сильно интересно, что произойдет в этом через год, и мне хотелось бы рассказать про то большое дело, которое мы делаем. Так вот получилось, что у нас сейчас в Украине, да, то, чем мы занимаемся, это самый большой open-source проект на Elixir, в принципе, ну, не знаю, на GitHub. Вот, а если он на GitHub самый большой, то, значит, он самый большой в мире. Это, да, информационная система, которая связана с текущими медреформами в Украине, о которых вы слышали, и вся, собственно, медреформа, информационный комплекс вокруг нее будет написан на Elixir, и он уже сейчас написан, ну, как бы вот, большая часть попадает в продакшн, на этой неделе приняли законы, это значит, что будет все намного больше и лучше. Для того, чтобы, как бы, понять, что мы делаем, надо вообще, например, рассказать суть этой медицинской реформы, я не знаю, насколько вы там следите, кто-то следит, может быть. Что там происходит? В стране, да? Да, в стране, вот вообще с медицинской реформой. Так, с рада же. У меня жена врач рассказывает. Окей, сейчас на самом деле то, что происходит, это, ну вот, то, чем мы занимаемся, это попытка Министерства охраны здоровья вычистить и сделать более прозрачными ту цепочку, по которой врач, да, или там поликлиника получает деньги от государства. В текущем моменте, как это происходит, происходило, да, ну и до сих пор происходит, что вокруг поликлиники, там, Минсос политики высчитывают, что вокруг этой политики живет, там, 130 тысяч человек, и вот вам в этой больничке, там, на 130 тысяч человек денег. Если там живет меньше, то, как бы, появляется возможность эти деньги забрать. Если там живет сильно больше, то каждый получает меньше денег на себя и получается много с этим проблем. Ну, и, собственно, вся вот суть в том, что, а давайте вот забьем эту схему, создадим условный договор между врачом и пациентом, зарегистрируем его в украинском Минреестре и по итогам этих договоров будем выдавать поликлиникам деньги. Ну, и там поликлиники будут еще врачам давать какие-то бонусы. То есть, и сейчас, собственно, мы, вот, первая часть этой реформы уже реализована, уже находится в редакшене. А это открытая общая информация? Да. Это даже открытый дашборт. Нет, закрытый. Все подписывайте NDA на выходе. Вот, нет, ну, на самом деле, это открытая информация о том, что происходит. Может быть, вот этот вот дашборт, ну, я думаю, тут нет никакой особо секретной информации. Тем более, это стейджинг. Что-что? Тем более, это стейджинг. Ну, да, стейджинг. Окей. Это вообще просто я в фотошопе нарисовал, чтобы показать вам. Что здесь видно? Здесь видно, что много всего, но самый интересный, например, график, это вот этот вот. Что у нас латенси на gateway, это та штука, которая стоит upfront всего и делает терминейшн по микросервисам. Латенси у нее обработки около 15 миллисекунд. Вот. Видно, что в текущий момент у нас не очень большая нагрузка. Это деление где-то по 20 минут. То есть около 10 тысяч запросов в 20 минут. То есть это не очень большая, но тем не менее. И в целом, вся инфраструктура у нас подразумевает около 50 контейнеров. Ну и что-то лежало в этот момент, когда я делал скриншот. Вот. Но так как это все у нас запущено в докере, в кубернетисе, на Google Cloud, я думаю, что этот контейнер будет там через минуту поднялся. Что интересного можно рассказать на текущее, на сегодняшний день по состоянию, в системе зарегистрировано уже 457 клиник и там почти 1000 пользователей. То есть интересного там количества деклараций и прочего я как раз тут не показываю. Давайте тогда вот это вот состояние на сегодняшний день и вообще в принципе, что это из себя представляет. Да. На самом деле тут есть определенное количество микросервисов. Когда-то Женя Пирогов уже делал много выступлений на тему того, как ему больно от этого вот всего. Я не хочу сейчас заострять внимание, я просто хочу рассказать, почему это так работает и дальше рассказать про проблемы с большими кодовыми базами в эликсире. Вот. Давайте тогда поговорим про общую архитектуру и я, наверное, объясню там, какая логика и рацию стоит за ними. Это опять-таки нету в этом там не секретной информации, потому что все эти проекты, они open-source, и вот вся эта архитектура, есть документ в конфлюенсе публичный, который ее описывает. Вот. Я потом вам вообще расскажу, зачем это я вам рассказываю. На самом деле есть какое-то количество фронтов, но надо понимать, что та система, которую мы делаем, это не система, с которой будут взаимодействовать врачи напрямую. Мы делаем то, что называется украинский медреестр. То есть мы являемся таким большим государственным дата-лэером, куда все остальные системы, которые уже построены для того, чтобы вызвать потребности клиник, врачей, пациентов и так далее и так далее, синхронизируют свои данные. То есть мы такая, большой медицинский API, всеукраинский. У нас есть какое-то количество фронтов, но это фронты в основном админки для МОЗа или для других администраторов этой системы. Вот. Ну и они тут представлены, что в принципе все входит в gateway. Тут есть вот такая вот штучка, которая называется MIS. Medical Information Systems. Это вот эти вот CertParty, о которых уже на самом деле, я думаю, видели их там. Healthy, у них сейчас реклама крутится по интернету, там, Dr. Elix и так далее. То есть это разные системы, которые, это часть той вот медицинской реформы, которая сейчас принимается, и деньги там европейских доноров пришли с идеей, ну как бы дополнительно у них было условие, что вот вы делаете реформу как государство, а давайте еще сделаем ее таким способом, чтобы вокруг нее появились дополнительные, дополнительный бизнес, и, собственно, она начала себя хоть как-то покупать, и, соответственно, появилась целая вот сейчас из ниоткуда, ну, целая категория бизнесов, да, вот эти вот Medical Information Systems, и прям их там уже очень много, и люди смогут выбирать, и появится конкуренция, и так далее, и так далее. Ну, для них мы представляем вообще API. Вот. И все это стучится у нас вот в этот Gateway, который занимается терминейшном запросов внутри микросервисов. Есть авторизационная часть, не знаю, там достаточно простой АУС, вот, но имеют много там своих особенностей, которые требуются внутри системы, потому что там сразу начинаются много задач, что доктор-то один, а работать он может в трех отделениях. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта вот штука умеет разруливать, что находить множество представлений, что вот этот сотрудник тут-тут-тут, на самом деле это вот такой-то пользователь. И все действия в системе, вот эти вот Medical Information Systems выполняют от имени кого-то, да, от имени доктора, от имени пациента, от имени клиники, от имени там бухгалтера в клинике и так далее. То есть, зачем это сделано? Потому что ключевая цель вот этих бизнесов, которые Medical Information Systems, это облегчить работу людей на местах, там, в клиниках. Как они это будут делать абсолютно неизвестными, неконтролируемыми нами конкретно образом, наша же задача построить универсальный сервис, который может не ограничивать их в этом творчестве, а просто выполнять свою основную цель, это приезд. Еще вот так вот перескочу сюда. Тут просто объединены там достаточно стандартные микросервисы, которые нужны вообще любому web application, SMS-очки, нотификации, какой-то там список словарей. Может быть, интересное, что тут появляется. Это вот сервис, который называется Digital Signature. Почти каждый процесс, который происходит внутри нашего медицинского реестра, он так или иначе затрагивает электронную цифровую подпись. Почти все должно быть подписано, апрублено, доказано, и этот сервис служит таким местом, которое умеет эту электронную цифровую подпись отвалидировать и отдать. Это единственное, что здесь такое специфическое. А так стандартный набор для любого веб-сервиса. Дальше уже начинается вот интересный момент. Это, собственно, я потом дам ссылочку на репозиторию. Это core-компонент, который, если мы все-таки решимся и пойдем по пути, который только что рассказывал Антон, станет нашим мейн модулем. И, соответственно, этот integration layer занимается общениями с четырьмя компонентами, которые, собственно, являются приносчиками самых основных бизнес-процессов, связанных с работой этого сервиса. Тут надо понять, что integration layer общается с MPI. Это Master Patients Index. Это сервис, который хранит всю информацию о пациентах. Почему это отдельный микросервис? Потому что на ваши личные данные внутри нашей системы докладываются больше security правил, больше каких-то особенностей. И в конечном итоге вот этот вот MPI будет вообще вынесен отдельно и принадлежать там полностью каким-то правоохранительным организациям, которые будут там его супер-супер-супер security и так далее. Ну и, в принципе, там на него сейчас накладываются еще более дополнительные ограничения. Дальше есть модуль, который называется PRM. Это Patient Relation Management. Это все, что связано с работой там докторов, связями между пациентом, сотрудниками, клиниками, подразделения клиник и так далее. И дальше начинается очень интересный сервис, который тоже вынесен отдельно. Сейчас расскажу почему. Сервис называется OperationsDB и на него тоже накладываются дополнительные требования. Почему? Потому что в этом сервисе хранятся все, собственно, эти декларации, которые заключены между доктором и пациентом. Но в ходе, собственно, создания этой системы одним из требований к этому сервису было очень вот такое. И вот мы сейчас пообщаемся, как кто бы его в этом зале решил. Требование было такое. Вот представим себе ситуацию, что у нас есть администратор вообще вот всей этой системы. Или только баз данных. И мы хотим, чтобы он не мог сделать с вот этой вот базой данных ничего. Как вам задачка? Даже имея все там доступы и пароли. Вопросов больше, чем ответов. Ну вот типа вот есть администратор и мы должны как-то так построить систему, чтобы он не мог зайти там и написать SQL, апдейтнуть или удалить какую-то декларацию. Заходишь в публичные ключи вот с сервера, удаляешься и он туда нет. Но при этом имел туда как бы вот... То есть он администрирует все, но не должен администрировать... И должен быть доски под данным, которые... Блокчейн? Блокчейн? Развучало это чудесное слово. Я тогда сказал распределенная база данных. Ну да. Блокчейн. Высказал, скажите кто-нибудь блокчейн. Скажите кто-нибудь блокчейн. Ну нет, это было бы тогда так... Мы же все-таки коллективно дошли к этому. Ну на самом деле здесь такой очень упрощенный блокчейн. В нем всего лишь две ноды. И он использует скорее какой-то такой вот data integrity алгоритм. Понятный. Ну то есть очень сильно упрощенный. Что он каждый день строит блоки на основе тех данных, которые были записаны в эту базу. Все эти данные сгенерированы и подписаны электронным цифровым ключом. Соответственно мы там не особо имеем доступ к телу самой декларации. И любое изменение этих данных приведет к тому, что посыпется вся эта цепочка. И мы получим сообщение о том, что вот там момент, когда она посыпалась. И сможем провести какие-то разбирательства. Дальше, собственно, reporting. Это понятный сервис. Он занимается, собственно, подсчетом всех вот этих вот денежных операций в итоге по количеству деклараций собранных и так далее. Вот. Вот тут этот уже будет публичным, да, и использоваться как часть инициативы по открытым данным. Туда будут сливаться все анонимизированные данные. Они уже, собственно, туда сливаются. И в какой-то момент мы откроем там публичный API для того, чтобы делать какие-то ресерчи. И какие-нибудь организации, которые захотят доказать, что в какой-то клинике происходит коррупция, смогут сделать эти ресерчи на основании работы всего целого реестра. Вот. Тут на схеме указан Rebbit. Rebbit в итоге не получилось. Вот. Его нигде нету, но он там периодически задумывался по определенным причинам, и я уже не стал переделывать это вот все для того, чтобы удобить. На основе всего этого используется Postgres. Ну, как база данных тут используется везде Postgres. И, в принципе, скорее всего будет использоваться, может быть, рано или поздно вот тут вот придется что-то менять. Потому что, по идее, там будет количество деклараций должно быть там. Декларация перезаключается каждый год. В Украине живет там, условно говоря, 40 с чем-то миллионов. Если 15 миллионов будут заключать эти декларации, то вот мы там через 10 лет получим достаточно большую табличку. Как-то так. Это вот такой high level overview того, как выглядит украинская... Медицинский реестр украинский. А почему эликсир? Ха! Ха! Я думал, я выйду без этого вопроса. И сразу как бы эликсир всю вот эту машину через государственного регулятора вот этого протолкнули, который просто не поворот делает? Ну, на самом деле, в разработке там, да, и как бы когда этот проект создавали, я еще не работал в компании. Вот. И деталей особо не знаю. Вот. Но мне кажется, что там как бы основная идея была в том, что... То есть скорее не про язык, а про там возможность компании в принципе деливерить. Тут вопрос другого. Хорошая продукция. Можно дать взятку, чтобы писать приложение на эликсире? А, никому. Черт. То есть заказчика не получится уговорить, типа, давай тебе 3 тысячи долларов опустим на эликсире вместо пешки. Не может быть. Они же мамонты. Они не умирают и не двигаются. Да, но тут надо рассказать, может быть, тогда вообще как это все работает глобально на уровне, там, взаимодействия с Министерством охраны здоровья Украины и так далее. Во всей этой системе участвуют как разработчики 4 участника. Первый участник это, собственно, МОС. Он создает, вот, какой-то такой глобальный вижен того, как оно должно работать и какие должны решаться проблемы, да, скорее, а не, там, что должны быть такие-то EPR или EPR или EPR или EPR. Ну, вот, да, глобальный какой-то вижен. В общем, что у нас есть вот эта проблема, мы не знаем, где сколько там денег тратится по-настоящему, давайте ее решать. Есть проектный офис. Это тот же проектный офис, который активно, там, часть той команды, которая занималась в Prozorro. И они под, там, вообще, в принципе, многие реформы создают, вот, какие-то такие уже технические решения. Они общаются с МОЗом, они общаются с донорами европейскими. То есть за вот это вот все платят европейские доноры. И они, и проектный офис, как, вот, на самом деле, основной наш, там, заказчик, да, в первую очередь, потому что он нам создает технические требования. Мы ему показываем, там, демо и отвечаем на все вопросы и решаем все его проблемы. А он уже занимается коммуникацией между СССР и европейскими донорами. Вот. Так как доноры европейские, они любят делать аудиты. Вот. И аудиты, это означает, что вот такой схемы, и вообще никаких схем и быть не может, потому что аудитом занимается Deloitte. Большой американский злобный аккаунт. Вот. Поэтому для них не было, там, важно, какой язык будет использоваться. Основное требование именно от, там, европейских доноров было то, что это должен быть опенсорс. Вот. Что все должно быть публично, все должно быть доступно на гитхабе, чтобы все, кто хотел, могли, там, туда контрибить и что-то делать. Вот. Распространяется под MIT лицензией. Все эти сервисы доступны. И, да, тут ничего приватного вообще на этой схеме не нарисовано. Итого в integration вот этом лейере только 164 тысячи строк на Elixir. Мне кажется, это достаточно много. И, исходя из того, что я знаю и то, что я ресерчил, это… Какая депса или без нее? Без нее. Вот. И, соответственно, есть еще там какие-то набор микросервисов. Но технически, как я все-таки достаточно активно слежу за проектами на GitHub, я не видел пока проектов там больше или… Ну, как бы, да, реально больше не видел. Может быть, это как бы не заслуга, но там… Вот можно зайти по ссылочке и почитать, посмотреть, как выглядит реальный код в production. Вот. Покидать blame. Вот. Пописать нам каждому на e-mail и сказать, что мы прямо руки и ничего не умеем делать. Вот. Или кинуть pull request и все поправить и получить себе плюсики в карму. Вот. Ну, с вот этими 164 тысячами строк бывают проблемы на самом деле, о которых я вот позже, войдя в этот проект, начал с ними стыкаться на достаточно большой кодовой базе и на большом сложном проекте, чего у меня не было там в предыдущих моих проектах. Там была нам немножко намного попроще. Первая проблема, которая называется… Что вот есть определенный набор про-фичей, которыми продает себя Elixir, и они не до конца, ну, можно сказать, так и работают. Есть очень классная штука в этом. Называется она EctoStream. Оно позволяет тебе стримом выгребать транзакции. Кто им пользовался? EctoStream. Никто не пользовался. А давайте с вами погадаем. Это вроде через stdi на stdl, да? Да, если не ошибаюсь. Ну, вроде бы да. Она открывает connection и из connection тянет batch. Да. Да. Вот. В принципе, звучит как бы классно и должно работать эта хорошо как бы продающая фича. Но проблема вот в чем. В том, что когда вы пытаетесь ее использовать, вам хотелось бы найти какие-то примеры. А примеры ее использования… Где мы ищем? Я всегда, например, использование каких-то функций в эликсире ищу в тестах. А тестов нету, что ли? Подожди. Вот. И это как бы, ну, давайте так. Крутая фича, к которой вот можно приходить и говорить, вот у нас в Ecto есть возможность стримить из базы данных. Круто, круто. 56 точек кодов в тесте. И она тестирует а-ля там типа два комментария загрузили в нее. А в чем проблема? Это же open-source? Да. Нет, нет. Я согласен, что рано или поздно мы увидим здесь более комплексные тест-сьюты. Подожди, Саша. Можно рано или поздно мы напишем? Да. Мы напишем. Да. И у меня там добавится. Я в следующей презентации уже скажу, что вот в Ecto что-то появилось. Дополнительный коммит от меня. Но как, в принципе, ну, это надо понимать, да? То есть типа, что вот эти Pro-фичи, которые как бы очень классные и хотелось бы ими пользоваться, они еще не всегда вот в таком железобетонном состоянии. Ready, понятно, куча документации, куча тестов, заимплементили, сделали, протестировали, поехали. Есть вторая классная фича, которая очень активно рекламировалась в Elixir 1.4. Task Async Stream. Кто пользовался? Никто не пользовался. Вот. Это вот тоже такая классная штука для обработки больших каких-то объемов данных. И тоже крутая Pro-фича. Она позволяет создавать из какого-то стрима, который у тебя есть, по task, в этой отдельной task обрабатывать item из этих стримов. И все должно делаться за тебя. Ну, это где-то там, может быть, еще пару функций есть. И стримы тут гоняются на объектах или там, интеджеры. Может быть, еще где-то строки какие-то были. И ты, когда пытаешься это использовать в более какой-то комплексной системе, у тебя возникают проблемы, с которыми надо как-то пытаться их решить. Да, это бывает, например, если ты хочешь использовать Task Async Stream внутри транзакции, которые использует RepoStream. Понятная идея. Вот у меня бежит ко мне стрим из Repo, да, из базы данных. А я на основе этого стрима, который получаю из базы данных, генерирую кучу тасков. Внутри этих тасков что-то обрабатывается и там снова складывается в базу данных или что-то такое. Но нет, я просидел пару дней над этой задачей и завис. Вот, потому что там слишком много... Или я не до конца понимаю, как работает там Supervision в таком сложном процессе. И там таски и ген сервера генерятся. Но вот такая идея у меня никак не получилась. Ее имплементировать я писал на форумы. С конкретными вопросами там писал Валиму. Валим предложил несколько вариантов, но они конкретно убивали вообще всю красоту моей мысли в тот момент. То есть это какая-то такая тоже часть. И на самом деле я могу привести еще несколько примеров. Но это вот один такой поинт, что про фичи они еще... Они almost done. Вот. Но я думаю, что это рано или поздно поменяется. Я уверен, что это поменяется. Но каждый из нас здесь в силах это сделать немножечко лучше. Вторая проблема. Если в вашем проекте работает пять разработчиков, как у нас, то получится много разных вещей. Вот. Вот. Кто-то будет использовать какой-то high-level блоки, кто-то будет использовать fight, кто-то будет использовать with. А самый надмозг будет просто писать st. Вот. Ну, это какой-то такой пример. Но на самом деле, если бы мы хотели... Мы еще пока не находимся на том уровне, когда мы готовы сказать, чем вот этот код плох. То есть он для меня кажется очень классным, понятным, легко считаемым. Вот. Но есть такой же вариант кода, используя pipe. В принципе, то же самое. Вот. И мы сейчас пока вот находимся в том этапе развития, понимания того, как правильно строить большие кодовые базы на основе эликсира, мы не до конца еще можем вот заниматься обсуждением там with или pipe. У кого-то есть свои аргументы, и они как бы... И с ними просто нереально поспорить. Это просто много способов сделать одну и ту же вещь, но по-разному. И пока мы еще не прожили какой-то большой life cycle продуктов, написанных на эликсире и созданных для того, чтобы просто понимать, что вот это лучше, чем вот это. Ну, по-разному. И вот сейчас, как бы, я нахожусь на вот этом этапе работы мозга, когда он у меня работает и пытается придумать какой-то high-level блоки для того, чтобы это выглядело более понятным. Как мне кажется. И на основе это большой кодовой базы. Но в итоге там, да, мы постоянно спорим, что у меня есть определенная абстракция в operation. Если вы когда-нибудь писали на Trailblazer на Ruby, я думаю, вы с ней плюс-минус знакомы. Вот. И она там занимается какими-то наборами сложных квалидаций и так далее. Но, в принципе, это можно и написать и вот так вот. И все будет так же хорошо, понятно, читаемо, красиво. Вообще, в принципе, очень сложно изводовать эликсирный код. Вот. Он, ну, надо постараться. Со временем ты уже учишься как-то вот чувствовать его, и у тебя все функции выглядят в целом красиво, понятно и читаемо. Вот. Соответственно, два моих поинта сейчас при большом базе, при большой кодовой базе, я не хочу там даваться какие-то особенности, там, может быть, нашей текущей архитектуры. Потому что, как я говорил, там, Женя Пироглов часто рассказывает про боль вообще микросервисов в принципе и так далее, и так далее. У меня есть вот эти вот два поинта, над которыми я сейчас вот у себя в голове постоянно думал. Какие про фичи надо нам, как комьюнити, делать более совершенными, там, добавлять в них тесты и что-то работать для того, чтобы мы могли уже говорить, ну, как бы, большим каким-то компаниям, что у нас есть то, чего нельзя сделать. В других языках, потому что всегда вот этот уровень абстракции, который нам подарил эликсир, он очень идеологично правильный, как мне кажется. Потому что было там, в Ирланге, сама по себе OTP, это такой большой, очень странный, анархоичный фреймворк. Там постоянно есть очень много недочетов или вопросов, на которые тебе отвечают. Ну, так исторически сложилось, как бы. У нас есть, Саша, замечательный, по-моему, третий эпизод подкаста, второй эпизод. Он из двух частей. А, ну, вот, про как раз, что не так в OTP и какие абстракции, это вот вторая часть этого эпизода, о том, что какие абстракции внес эликсир для того, чтобы решить эти проблемы. Вот. И мне кажется, что нам, как сообществу, да, не как уже там людям, которые занимаются самим языком, а нам, как разработчикам, которые каждый день работают с этим инструментом, не хватает еще вот одного основного такого вот, еще одного верхнего немножко архитектурного образа, ну, архитектурной абстракции. Вот. Мне очень сильно понравился доклад Тона. Вот. И мне вообще, в принципе, и Florex нравится, но… То есть, и я вот занимаюсь тем, что думаю о двух этих вещах. Про фичи и высокий… Вот, какая-то высокий уровень абстракции, который нам позволит не заниматься решением проблем, там, with pipe или что-то нибудь еще и подарит какое-то вот финальное удовольствие от большой кодовой базы и и так далее. Вот. На этом я, в принципе, буду заканчивать. Вот. Вы можете найти наш проект основной вот тут вот и начать ваше изучение. Это API у меня и вылезло. Но… Да. И там, собственно, собрана вся документация и все ссылки на другие репозитории. Можно посмотреть, как она работает. Я бы вам хотел сказать, типа, присылайте свои коммиты, там есть еще, но нет. Просто, как бы, в основном сейчас у команды есть сроки и мы не можем, как бы, выставлять какие-то таски на комьюнити. У нас есть инициатива, потому как, чтобы выделить какую-то группу тасков и сказать, что… контрибьюти сюда. Но вы всегда можете поконтрибьютить в тесты, вы всегда можете поконтрибьютить там в какие-то стиле и просто… Давайте смотреть правде в глаза. Да. Никто все равно ничего не будет контрибьютить. Ну, дай помечтаю. Ну, пожалуйста. Ну, там столько тестов надо еще написать. Ну, а че? Мы только что говорили. Вот смотри, типа… Ты мне только что говорил это. Типа пусть… Че ты жалуешься? Напиши тесты. Я как раз говорю наоборот, что покажи своим примером, напиши тесты и скажи, смотрите, я контрибьючу вам тесты, а вы пишите нам тесты. Да. Я на контрибитл, кстати, тестов, ну так… Два. Ну, не два. Не два. Кстати, у этого проекта 90% кавериджа. Поэтому… А че у таких 90%? Покажи больше. 90% это круто. Да, 90% это круто. Вот. С учетом… Короче, не знаю. Круто. Вот. Вы можете сделать 100. Я вас там всех приглашаю это делать. Ну, или в принципе, на самом деле, когда я там два года назад хотел что-то начать писать, мне не хватало места, где я мог бы посмотреть, как работает большой какой-то проект. Как всегда показывали какие-то очень маленькие примеры. А тут можно зайти и почитать сорцы и посмотреть, как вот работает много всего. Можно также зайти и поискать репострим у нас внутри. И посмотреть, как она там имплементирована и так далее. Вот. На этом я буду заканчивать. И я быстренько сделаю так. Вот. У нас, к сожалению, на эликсир команду уже все. У нас замечательных пять борцов за эликсирность Украины. Но, welcome Python и системных аналитиков. Да, теперь вопрос. Вот. Я бы хотел сразу сказать, что прям очень классный доклад. Спасибо большое. И проект очень мотивационный. Я же загорелся. Наверное, потому что я близок к медицинской сфере благодаря своей жене. Вот. Вряд вопросов написал. На некоторые ты уже ответил. Но все же хотел еще раз услышать. Меня интересует, есть ли требования, гостребования к покрытию тестами? И есть ли гостребования к лицензиям? То есть можно ли вообще все подряд либо использовать? Или есть какие-то, которые нельзя использовать? Как это государство? И регулирует ли оно вот на данном уровне? Смотри, у нас в контракте подписан тест coverage на 80%. По либам или почему-то по лицензиям не было. У нас есть договоренность, что все это будет, как бы все наши проекты, разработанные в рамках украинского медреестра, будут находиться под MIT лицензией, пока что-то не поменяется со стороны доноров или проектного офиса. Но все будет как бы пока так. А доноры это в плане благотворительные какие-то штуки или инвесторы? Что-что? Что значит доноры? Доноры? Это ЮНИЦЕФ. Что они делают? Они просто отдают деньги? Да, это те организации, которые занимаются финансированием, инициатив в Украине, в других вообще в принципе странах и они борются за лучший мир. Вот. Ещё я тут чуть не нужно было выбежать, я хочу такой маленький вопрос задать. Я так понимаю, что эта вся инфраструктура подразумевает ещё также создание каких-то вот именно бизнесов, которые будут работать. Да, да, да. И таких бизнесов на самом деле можно зайти на, там, у нас есть портал e-health-ukraine.org, и там, по-моему, уже штук 20 таких бизнесов активно с нами уже работает порядка 7-8. То есть те, кто интегрированы в продакшн. Там просто достаточно сложная система их фондерации, они должны сначала там продемонстрировать стабильность их системы относительно нашего API при продакшене, потом получить доступ на продакшен. Ну, и они потихонечку сейчас проходят сертификацию, и после новостей в четверг их будет становиться только больше. То есть, типа, уже 20 компаний, имея достаточно такие не до конца подтвержденные перспективы, что этот закон и эту реформу могли принять, не принять, активизировались и что-то делали всё это время. А сейчас, когда уже всё официально приняли, мне кажется, что их количество как минимум удается. Вот. Они будут зарабатывать просто потому, что там ERP, SAS какой-то там. Вот у вас в поликлинике перечень ваших пациентов, докторов и так далее. Ну, там, можно придумать много чего там. Healthy делает сейчас вот электронная очереда. Им надо синхронизировать данные, что есть вот такая поликлиника, вот такой-то доктор и всё. А у нас, собственно, это всё есть. И ещё. Последний вопрос технический. Давай. Ты говорил про стримы. Я тут чуть-чуть с мира reactive extensions. И вот есть ли вот в Elixir такие либо, которые позволяют… Вот есть ли вообще Rix Elixir, позволяют работать со стримами, там их объединять, там знаешь… Ну, стрим сам по себе является нативной абстракцией, предоставляемой стандартной библиотекой. То есть, поэтому там всё есть. Но, я насколько помню, есть там в Rix всякие абстракции типа AppServer и так далее. Но у нас такого нету, потому что, не знаю почему… Это ж не FRP. Да, это не FRP. Вот. Поэтому, в принципе, есть стримы и с ними можно так же работать. Не надо писать на Elixir на FRP, пожалуйста. Почему? Почему? Потому что Elixir не предназначен для того, чтобы писать на FRP. В принципе. Почему? Ну, как-нибудь так вам кто-нибудь делает. BMW лучше, чем Mercedes. Чем? Чем Mercedes. Да нет, ну всё равно… Не, я с тобой согласен. В принципе, но… То есть, это как на JavaScript писать его OOP. Можно? Можно. Но почему? Почему? Ну, давай. Александр, скажите, пожалуйста, а насколько ответственней, или насколько у вас булки сжимаются, когда вы коммитите в open source? Вам не страшно за свой код? За свой код? В смысле, насколько это страшнее… Я, допустим, не писал коммерческие open source проекты, и я понимаю, что если я сейчас начну писать коммерческие open source проекты, я тысячу миллиардов раз подумаю коммитить вот этого или не коммитить. Вопрос к вам. Как вы с этим живёте? Ну… Не знаю, я с этим живу достаточно… лично я, да, там вот можно спросить там у Лёши или у Юры… У меня до этого был опыт написания коммерческих open source продуктов, и мне как-то… У меня там… Уже всё… Тяжело, после третьего поврекреста. Да, 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 да. То есть, как бы, у меня уже всё, в принципе, я готов алмазный лом резать, вот… Коммитить уже не так страшно как-то, не знаю. Ну, в плане, у нас есть догма, у нас есть кредо, код всё равно будет выглядеть хорошо. То есть, если, короче, наговнокодил, то это не я виноват, это у нас такие… Ну… Ну, давай так. У нас, ну… Синердная команда, вот… У нас… Кодикам доходит по определению. Да. Ну, нет, но… Спасибо. Ты вот… Ты мне… Может быть, ещё у кого-то какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Давай. Ты говорил про примеры с TechLine Viz, про стримы говорил, что есть нюансы. Вот мне было бы интересно как-то тему вот… Ну, послушай, послушай побольше про это. Какие есть ещё… Ну, типа ничего не ищут. Послушай. Вот у меня есть… Я внутри нашей команды презентовал свою концепцию операций, которые позволяют создавать вот такие вот отдельные функции, которые полностью описывают какую-то фичу как какой-то процесс, по которому происходит. Но… Там были к ней вопросы. У меня там со временем появились к ней вопросы. И рано или поздно, если я приведу вот… 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 Не, ну… Меня заинтересовало то, как вы у себя, знаете, как вы будете писать код. То есть, если ты молодой, нет каких-то правил стрем-гайда общего и так далее. Как будто наличие стрем-гайда когда-то как будто останавливало вообще от того, чтобы… Да. Ну, то есть, типа… Мой основной аргумент был как раз в том, что мы не готовы сейчас заниматься… Ну, вот… Ну, вот… И непонятно, да. То есть, типа, мой основной question в том, что, типа, блин, ну… Я не могу найти аргументов, почему вот это… Типа… Лучше, чем вот это. Или вот это лучше, чем вот это. У каждого они там свои. Мне больше нравится вот такой. Леша, например, больше нравится вот такой. И у нас у каждого есть свои аргументы за это. И есть против, да. Тут… Тут постоянно передается очень большой массив данных внутри из pipe-of-pipe. Он насыщается как change-set. Это, в принципе, если очень просто… Вот это… Оперейшн задумывается как такой большой change-set, но на целую фичу. А не только на один change-set в рамках, там, какой-то сущности для записи образа данных. Ну… Я на самом деле… Вот такой подход… Мне тоже нравится, потому что он упрощает. Тебе не приходится, там, выдумывать какие-то более… для… Да, там вот есть… Тут… Чтобы понять, что вот тут происходит. Я немножко… Точню, что вот validate for a key… Ну, есть две функции. Он сначала… Ты ему передаешь функцию, которая заберет эту сущность из базы данных. И потом ее отвалидирует. Да, и потом положит в… в нашу операцию по таким-то ключам. Но есть сущности, которых валидировать, например, не надо вообще-то. Типа, если мы ее получили, если нам вернулась какая-то сущность, нам не надо. И приходится писать такие вот… Identity Function, как из Haskell. Только вот… Ну, типа… Окей. Все, типа, вернись. Вот. И… Ну… А тут… Да тогда бы… Вот при таком варианте этого не надо. Потому что мы пошли и… Написали каждый раз. И не выдумываем, чтобы… Не усложняем себе голову, пытаясь построить вот такой вот ровный красивый пайп. Хотя тут… Тут что-то может вернуться по-разному. Ну, то есть… То есть такого конфликта нет? Вы просто смотрите… Ну, типа, знаешь, где… Ну, типа, где что использовать? Там… То есть… Да, да, да. И это, в принципе, вот там зависит от… Тот разработчик, как разработчик. Я стараюсь там в своем ходе экспериментировать с вот этой вот сейчас конструкцией. Но в какой-то момент я… Я нахер обхожусь и перепишу вот так. Вот. Или все-таки смогу у себя в голове построить такой уровень прикольной абстракции, чтобы не было никаких проблем с написанием. Вот. И, в принципе, у меня там сейчас периодически, логически там взлетают эти вещи, что окей, типа, вот оно так складывается, даже несмотря на то в рамках ограничений. Ну, то есть… Мы когда-то… Когда как раз Валим прилетал, я ему задавал прям на конфе один вопрос. Говорю, а как… Бывали ли какие-то ограничения в Ирланге, для того, которые ограничивали вас в создании чего-то классного внутри элекфира. И он тогда ответил генеральную вещь, что ограничения, они, в принципе, нужны. Без них он бы не смог там вытащить у себя в голове какую-то изящную абстракцию, которая внутри этих ограничений создает там очень классные решения. Вот. И, в принципе, я вот как-то пытаюсь вот тут вот поиграться с этой идеей, что вот у меня есть какое-то вот такое ограничение, что да, вот мне надо строить этот пайп, и внутри этого я могу придумывать какую-то более прикольную абстракцию с разными там дополнительными функциями или там с такими вот какими-то приколами. Ну, то есть, типа… Вы изначально создаете какой-то контекст под вот такой паттерн? Ну, вот да. Да, тут если посмотреть, в принципе, medication request request, там есть API, там есть функция reject, которая создает вот project, operation reject и передает сюда какие-то данные. Вот. Кто-то просто вот это вот прям createLegalEntity, да, и все. И тут ничего не создается, это просто вот тоже функция contextLegalEntity, API createLegalEntity. И там не выделяет в отдельные вещи. Поэтому это вот все какой-то пока еще wild west. И у меня еще есть один вопрос небольшой. На самом первом слайде там где-то показывал большую схему, вот как у вас на все устроено. Вот да, вот это вот. Мне было бы интересно где-то посмотреть там, или уже после типа доглада послушать, о том, как вы взаимодействуете вот эти все антикнуты, типа друг с другом, как они общаются и так далее. То есть на уровне языка. На уровне... Ну или там, или как вы сохраняете транзакционность, ну что вот там типа нужно обработать там какой-то payload между этими низкими блоками и так далее. Ну типа тут на самом деле нету никакой крутотения, которое нам дает вот Erlang. Тут просто бегает тупый запрос. Пока что нет. Пока что. Пока что нет. О, окей. Леша уже горит просто. Окей, если у кого нет вопросов, я думаю, что мы можем не двигаться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.